Как же сейчас удобно. Просто нажал на кнопочку, и все, теперь можно спокойно ехать на все четыре стороны. Да-да, я в курсе, что без ключей тоже пока что не обойтись. Короче, и все это к чему? Все эти упрощения стали возможны благодаря вот этому прекрасному изобретению. А из стародавних времен приходилось юзать так называемый кривой стартер. Кстати, может поковыряться в гараже своего деда, может удастся найти подобный артефакт потерянной цивилизации. Так вот, были конечно и веревочный стартер, и пневматический, но так уж исторически сложилось, что криво получил большее распространение. Но это не исключает того факта, что криво было не то, что удобным, так еще и травмоопасным, а потому что он с радостью мог сломать руку незадачливому водителю. И даже когда додумались сделать что-то вроде храповика, легче от этого не стало, потому что пойди покрути движку зимой. В общем, впервые электрический стартер появился аж в 1896 году вот на этой технике. И по сути это был обычный электродвигатель, который в то же время работал и как генератор. Но в 1993 году Коман перенес стартер поближе к маховику. А в 1909 году Винсет Бендик сделал таким образом, чтобы зацепшийся арни был только в момент пуска двигателя. И вот эта схема до сих пор остается стандартом.